В рамках работ по укреплению взаимодействия между участниками международных автомобильных перевозок грузов по основным направлениям движения национальных автоперевозчиков Узбекистана, а также обсуждение основных актуальных вопросов повестки, с целью широкого освещения проведенной работы со стороны Узбекистана по наращиванию транспортно-транзитного потенциала, организована международная конференция на тему международные автомобильные перевозки, вызовы и возможности, а также тематический круглый стол для диалога между ассоциациями международных автоперевозчиков региона. Актуальные вопросы и приоритеты развития международных автомобильных перевозок грузов между странами по основным коридорам. Выработка совместных подходов к проблеме подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Мозговой шторм по анализу перспектив различных коридоров. Таковы главные цели международной конференции, собравшей опытных специалистов в профильной отрасли. Также данное мероприятие значимо тем, что позволяет обсудить ряд актуальных вопросов, возникающих у перевозчиков Узбекистана на территории иностранных государств и выработать устойчивые долгосрочные подходы к их решению. Наша организация предлагает странам-участницам, стран Троссека, активнее использовать маршрут, который проходит через Кавказ. Через Каспийское море, через Кавказ и далее через Черное море или Турцию на Европу. То есть этот маршрут на сегодняшний день может представить соответствующие возможности для перевозок. Узбекистан, то есть одна из стран, которая как грузообразующая, так и страна, которая импортирует грузы, может активно использовать данный маршрут. Мы предлагаем стране присоединиться к соглашению о едином транзитном разрешении Троссека, которое заменяет необходимость получения в каждой стране отдельного разрешения. То есть представляете сейчас, чтобы узбекская машина, к примеру, проехала до Европы, она должна в ряде стран получать в каждой стране отдельное транзитное разрешение. Наше соглашение, которое мы предлагаем, позволит заменить необходимость этому перевозчику, каждому транспортному средству получать отдельное разрешение. То есть, получив одно разрешение, проезжать страны и осуществлять перевозки грузов. То есть, это упрощение, ускорение. Обмен опытом и внедрение передовых практик – ещё одна актуальная задача, на которой акцентировали внимание эксперты. Одним из основных объектов изучения стал опыт Узбекистана, принимаемый в стране меры по совершенствованию профильной отрасли, в основе которых постановление главы нашего государства о мерах по совершенствованию транспортной инфраструктуры и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы, о дополнительных мерах по дальнейшему развитию международных перевозок грузов автомобильным транспортом от 7 июня 2019 года. Дело не только в том, что это может принести стране. Здесь не менее важен вопрос, что может дать это региону в целом. И Узбекистан в этом плане выступает лидером как страна, наработавшая существенный опыт в последние годы. Также её руководство уделяет должное внимание вопросам внешнеполитического сотрудничества и выдвигает важнейшие инициативы в области транспорта и логистики. Программа трёхневного мероприятия также включает проведение тематического круглого стола B2B встреч в Хиве, где гости также смогут ознакомиться с достопримечательностями и культурным наследием города.